У наших знакомых, друзей, и они вот гостеприимно пригласили меня сделать распальцовку для яблони-груш. Вот видите, яблони, которые располагаются горизонтальной ветке, она дает обильный урожай. Почему? Потому что комбиальный слой на ветке, он вот здесь вот сжимается, а наверху сжимается. И здесь появляется большое обильное питательное вещество, которое позволяет саженцу давать быстрые плоды. Вот веточка, видите, она наверх пойдет. Мы ее сейчас привяжем, и она будет горизонтальной. А ветки, которые находились совсем внизу, вот Сергей хозяин, он поставил подпорочки. А ветки запоминают эту позицию в течение полутора месяцев, и это все становится прекрасно, вот видите, как яблони. Сделано грамотно, распакованы. Раз, видите, разложено на первом и на втором ярусе, но никак не выше. То есть любой яблони, вы можете, яблоко можете собрать, добрать, то есть рукопожатные. А если вы выращиваете эфелевые башни или кипарисы, вот видите там дальше, то это совсем неудачный вариант, потому что яблоки будут портиться. И, кстати, мы вот проредили, видите, обрезали яблони всем расчетом, чтобы здесь пролетала ворона, а может даже аист. На все это никак не сказывается на урожай, наоборот. Яблок будет чуть меньше, но они будут много крупней. Вот сейчас давайте попробуем, сейчас Сергей поставит свою вот веточку на нужное место. Да, вот вбивается крючок. Желательно крючки делать на расстоянии север-юг, восток-запад. В четырех местах, чтобы триммерно обработать травку. Петли мы делаем в виде восьмерочки, с тем расчетом, чтобы не зажимать. Я, по-своему, потом поправлю. Да, да, да. Поправить. Главное, чтобы ветки не торчали наверх. Космические старты яблони, груш совершенно не нужны нам. Нам нужны хорошие, крупные продукты, фрукты, удобные, рукопожатные. Все это, кстати, не забывайте, пока Сергей делает, вот здесь, видите, шейка, декор, корневая шейка. Обязательно ее не зажимайте, не закрывайте землей, иначе яблони, груша этого не вытерпят. Вот видите, вот наклонили, в таком виде. Получилось очень красивое, приятное, рукопожатное дерево, которое будет чуть-чуть подрастать. И, с другой стороны, оно будет всегда вас радовать плодами, которые всегда будут проситься не только в руку, но и в рот. Мы подрезали, и вот вертикальные ветки пошли наверх. Это значит, что она будет постоянно наращивать уровень роста яблони. Вот именно поэтому питательные потоки пойдут наверх. Мы используем вот эту проволочку. И сейчас попробую эти веточки. То же самое. Сделать наклон, с тем рассчитывая, чтобы они стали немного горизонтальнее. Вы посмотрите сейчас, как все из этого выйдет. Ну вот видите, вот мы подвязали веревочку на один крючок. И получились очень приличные веточки, которые горизонтально нам обеспечивают шикарное расположение, грамотное расположение яблоньки. Сейчас я сейчас покажу вам грушу. Вот видите груша? Вот это, она центральный проводник у него есть. Ее надо распальцовку делать. То есть, она у нас сейчас еще не сформирована. А вот груш, которую мы начали делать. Вот видите как. Вот мы их разложили. Север, юг, восток, запад. И груша у нас заработала. Уверяю вас, здесь можно, во-первых, делать шикарные прививки. А с другой стороны, груша уже в этом году будет полна, покрыта цветов носом. И я вам советую, используйте технологию, не пожалеете. Удачи на даче. Подписывайтесь на канал ТОП САД. Мы рады вам помочь рассказать новые возможности, которые сегодняшние технологии открывают перед каждым из вас. Удачи на даче вместе с грушами и яблоками в придачу. Продолжение следует...